Друзья, всем привет! Ну что, самое интересное сегодня, это прежде всего то, что происходит с российским рублем. Ну, действительно, согласитесь, за пару дней прогуляться с 50, практически 5, до 63, почти 64, это, конечно, очень сильно. В настоящий момент рубль торгуется по 63,5, движение более 6,5%. Что это? Интервенции или это несовершенство рынка, тонкость рынка, когда в один момент приходит какой-то покупатель валюты и моментально меняет курс манипуляции? Я не знаю. Центральный банк по определению не может покупать валюту, просто не может, у него нет для этого счетов. А если бы и были, они были бы моментально арестованы. Поэтому, ну вернее, счета-то у него есть, просто они заблокированы, это точнее. Вот, поэтому, естественно, это не интервенция Центробанка. Что это? Какие-то дружеские структуры? Возможно. Рынок ли, какие-то крупные импортеры? Я не знаю. Но это и не важно. Мы с вами говорили о том, что курс ниже 60, он явно аномален. Ну вот, случилось. То есть, буквально более чем 10% движения практически за 24 часа. Ну, я думаю, что на этом уровне, я имею в виду 63,5 плюс-минус, может быть, будет какая-то остановка, может быть, мы продвинемся и дальше. Тот просто еще один достаточно интересный момент. Заключается он в том, что, вы же понимаете, наше население достаточно инерционное. И в тот момент, когда вдруг начинается спрос на валюту, в этот момент население кричит, ой, караул, наверное, самое время пришло покупать. Они не покупают тогда, когда, мы в частности пишем, что, ребят, уровни, работаем всегда уровнем, уровень комфортный для покупки, уровень комфортный для продажи. Мы говорили, что 63, 62, 59, 57, это все комфортный для покупки уровней. Нет, население начинает покупать, когда уже тренд идет в другую сторону, или, по крайней мере, сильное движение. Ну вот, собственно говоря, мы это дело с вами и получили. Что будет дальше? Ну, сказать трудно. Я полагаю, что где-то будет небольшая остановочка, наверное, на уровне 63,5, 64, может быть, 65. Скорее всего, будет некая попытка коррекции. И она тоже логична и понятна. Мы же с вами прекрасно понимаем, что экспорт все равно давлеет. И как только цена, в частности, доллар растет, тут же прибегают экспортеры, которым нужно продавать валютную выручку. И, кстати говоря, налоговый период идет. Поэтому я не исключаю, что еще сегодня мы увидим снова 61 уровень. Будет волатильно, будет все прыгать. Центральный банк снизил процентную ставку достаточно серьезно в третий раз. Но, опять же, мы прекрасно понимаем, не ставка сегодня влияет на то, где будет курс. Курс мало зависит от ставки, рефинансирования. Это надо четко понимать. Ну, а что в мире? А в мире, смотрите, происходит то, что мы с вами говорили. Доллар немножечко слабеет. В настоящий момент 1,0715 к евро. Индекс DXY, соответственно, тоже немножко подседает. Это все говорит о том, что, скорее всего, у инвесторов есть небольшое желание рисковать. Наверное, коррекция, как мы уже много раз говорили, продлится. Я не знаю, на какой уровень, 400, 400, 200, бог его знает. Наверное, максимум, может быть, что быть, это 4,300. Покупать сейчас, ну, наверное, можно, но только очень в короткую. Ну, очень. Заработали чуть-чуть, и все. Но, в принципе, я бы сейчас, скорее, искал бы возможности закрытия тех длинных позиций, которые мы брали. В частности, инструменты а-ля Урти. То есть, тройной ETF на Russell 2000, бычий, на каких-то комфортных уровнях. И снова покупки защитных инструментов. Возможно, не сегодня, возможно, чуть позже. Но, по крайней мере, я бы не обольщался. Думаю, что еще падение продолжится. Но пока 3 дня, неделя, полторы, две, не знаю сколько, рынки могут пытаться корректироваться. Мне позвонили многие клиенты, говорят, слушай, посмотри, какой дешевый Амазон. Посмотри, какие другие бумаги дешевые. Да, это так. Много бумаг вдруг выглядит сегодня весьма и весьма недорого. Друзья, но это не значит, что они будут и такими же дальше. Они могут быть еще более дешевыми. Поверьте, я думаю, что острота падений, она еще будет весьма и весьма сильной. Счастливо.